Привет, друзья! Меня зовут Владимир Соловьев, я дизайнер-иллюстратор, и сегодня я буду рисовать одну картинку. Я буду использовать обычную ручку и фломастеры. Я думаю, у вас такое тоже есть, вы можете попробовать так сделать. Поехали! Я начал с камня и какого-то дерева. Это какое-то красивое, уродливое дерево. Я использую перо, как вы видите, но можно использовать любую каплярную ручку. Это я рисую листву. И теперь дальний план. Какая-то бухта, что-то типа Крыма. Теперь я делаю контуры почетче, чтобы было. И здесь я понимаю, что пора уже переходить к тоновому насыщению. Обязательно какого-нибудь персонажа. В этот раз это две птички. Двух персонажей. Это главный закон хорошей иллюстрации. Дальний план. Солнышко, облака. Немного деталей. Травки. И вот я теперь взялся за фломастер. У меня очень разные странные фломастеры. Вы увидите, что и даже из странных цветов, вот синий-зеленый у меня, можно что-то хорошее делать. Но на самом деле лучше придерживаться какой-нибудь простой гаммы типа двух-трех цветов. Не такой разнообразный, насыщенный. Совершенно не сочетающиеся цвета, как вы видите. Но такое продают в обычных магазинах канцелярских. И в принципе с этим можно как-то совладать. Как видите, желтый хорошо смешивается с синим. Получается зелененький. И тут я открыл для себя красный. И понял, что всю картинку сделаю красной. А вот зеленым я зря порисовал. Мне, честно говоря, не очень нравится. Сейчас я буду это исправлять. Дальше увидите. Да, последний раз я был в Крыму в 2014. В 2013. Да. Очень люблю ходить в пешие походы. Мы с друзьями часто ходили в пешие походы. Но с тех пор много изменилось. Души теперь что-то... Нет, не тянет туда теперь. Так и не было. Ну и конечно же в Крым там мы ездили. Потому что там низкие украинские цены. А теперь там российские. И там ничего нету. А вот это я взял в руки секретное оружие. Белый маркер. И сейчас я спасу все эти цвета. Смотрите, я возвращаю некоторые детали. Очень хороший способ рисовать траву с помощью белого. Как она с белого фона выходит, например, на красный. А красный выходит травкой на желтый. Много что-то маленьких деталей, бликов. И сразу все оживает. И обязательно тени. Тени обязательно нанести надо на дерево. И вот финальный результат. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот и все. Большое спасибо за просмотр. С вами был Владимир Соловьев. Ставьте лайк, если понравилось. Подпишитесь на мой канал. Буду рад, если оставите комментарий. Что мне нарисовать в следующий раз? Мне дается это легко. Я все-таки профессионал. Ну да. Ну, как умею. Че, беру и рисую. Пересмотрю какой-либо видос. Получит проверки. Пересмотрю какой-либо видос.